ПУБГА Шагает по планете. На текущий момент это игрушечка выбора для дебилов. Проблема в том, что вот предыдущие две игрушечки выбора для дебилов, а именно ДНОТА-2 и ЦСХО, на текущий момент сносно идут на практически любом калькуляторе. А вот ПУБГА настолько хуёво запрограммирована, что она омерзительно идёт даже на достаточно топовом железе. Забавно, что в ПУБГ особенно рьяно пытаются играть как раз владельцы тех калькуляторов, на которых даже ДНОТА тормозит. Одна из самых замечательных ошибок, которую выдаёт эта говноигра, это инструкция по адресу такому-то обратилась к памяти по адресу хуё-моё, «память не может быть ритмом». Наиболее частой причиной этой ошибки является отсутствие у тебя IT-гигиены, а именно компьютатор, засранный дерьмом под завязку. Ну ты же любишь всякие репаки, там воровать игрушечки, вот ни за что не платить, вот эту всю хуйню. Соответственно, в результате такого поведения у тебя накопилось доядрение фини всяких вирусов. Поэтому первое, что тебе надо сделать, это скачать антивирус, проверить компьютатор, удалить все вирусы, и, скорее всего, игрушечка заработает. Разумеется, после этого в Стиме нихуёво бы проверить кэш игры, чтобы были перекачаны все повреждённые файлы. И ошибочка, возможно, пропадёт. Если этого не происходит, то имеет смысл посмотреть логи игры, почему же она, сука, падает. Для этого нужно пройти в папочку «Апдата». Поскольку ты дебил, у которого отключено отображение скрытых системных файлов, просто так ты в эту папку не попадёшь. Поэтому нажимаешь «Спуск выполнить», пишешь там «процент апдата процент» и переходишь в папку, только она откроется в роуминг. Тебе нужно зайти в «Локал», там выбрать «TLS game», там выбрать «Saved», там выбрать «Logs», выбрать одну из папочек с логами, ну, самую последнюю по времени, и открыть там файл логов. Это файл XML, но его можно открыть с помощью блокнота. Поковырявшись в этом говне, возможно, можно найти причину, почему же у тебя падает игрушечка. Ну, вот такой вариант, когда не загружается API. Ох, ё-моё, то есть части майкрософских редистов. Соответственно, тебе нужно удалить все редисты, какие есть, и поставить только те, которые нужны игре. Они находятся в папке с игрой, в директории Common Redist, или как-то так, найдешь, короче. Если это не помогло, следующее, что можно попробовать, это уменьшить отображаемую зону игры. То есть вместо сотки поставить, например, 90 или 80, и попробовать поиграть. Если это не помогло, то нужно разобраться с файлом подкачки. Дело в том, что игре нужно доядрение фене оперативной памяти. Она хуёво идёт даже на 12 гигабайтах оперативки. Ей лучше всего, конечно же, 16. Здесь у нас 6. При таком раскладе объём файла подкачки в 4 гигабайта недостаточен. Игра будет просто вылетать. Соответственно, тебе нужно поставить файл подкачки минимум 8 гигов. Делать это достаточно на одном диске. Не нужно файл подкачки размазывать по нескольким дискам. Самое главное, чтобы он вообще был. Потому что в интернетах очень много идиотов, которые говорят, что если в системе много памяти, то файл подкачки её только тормозит. Не слушай этих дебилов. Файл подкачки нужен более того. Чем больше у тебя оперативной памяти, тем больше тебе нужен файл подкачки. Потому что её куда-то нужно выгружать. Соответственно, поставь файл подкачки минимум 8 гигов. То есть 8000 мегабайт. Если это не помогло, то нужно заняться драйверами на видеокарты. Если у тебя ноутбук, то нужно обновить сначала внутреннюю карту, потом дискретку, если, кажется, у тебя есть дискретка. Для этого желательно сначала воспользоваться утилитой DDU. Это такая штука, которая полностью под корень вычищает старый видеодрайвер. Сначала с помощью неё удаляешь все драйвера для видеокарт. Потом качаешь новые сначала для встроенной, если она у тебя есть. Потом для дискретки. Перезагружаешься. И ошибка должна пропасть. Я бог ютуба. Лайк, подписка, бубенцы.